Так, ну и напоследок давайте тут, знаете, еще посмотрим новое знакомство, да, кто-то вдруг там кем-то заинтересовался, перспективы нового знакомства, либо просто перспективы общения, с условием того, что толком еще ничего у вас не было, да, вот такие условия для этого расклада. Перспективы. Посмотрим, что за мужчина, да, давайте посмотрим, что это за мужчина, с которым вы познакомились. О, тоже весь в блоках, девочки, направлен на что-то новое, много мыслей, да, смотрит вдаль, там что-то у него, какие-то планы все строятся, пока что движения никуда нет. Человек в ограничениях, девочки, пока что не вижу какие ограничения, руки-ноги связаны, может быть внутренние какие-то блоки установки, может опять, может травмированный какой-то. Ну, с вами баланс, да, у него есть, то есть общение у вас комфортное, доверительное, довольна. Девочки, вообще человек к вам проявляется по рыцарю чаш, человек заинтересован, да, это хорошо, в начале знакомства рыцарь чаш, это круто, девочки. Легкость, непринужденность, романтика, много слов, ухаживание, вот. Ну, девочки, здесь опять же человек неопределенный, может быть, это сейчас, девчонки, я не хочу сказать, что он сам по себе, сейчас, пока что человек проявляется, да, он еще неопределен, но к вам чувство есть у человека. Заинтересованность и симпатия, да, легкость, ну, это же хорошо, да, люди только-только друг друга узнают. Но могу сказать, что человек влюбчивый, и легких путей он не ищет, девочки. Возможно, даже варианты с тем, что вы не одна, то есть он может общаться еще с кем-то, девочки, еще вы не одна. Так, человек сильный сам по своей такой, да, по своей натуре, человек силен, характер может быть, может быть, тоже такой несгибаемый гвоздь, по тройке чаш, девочки, любит легкость, праздник, да, фейерверк, чувств, выпить, тут тоже об этом может говорить, поэтому присмотритесь, да, человек может налегать на спиртное, либо любить компании, надо ли это вам, то есть если вы не сильный человек, любитель компании, да, может быть, вам этот человек и не подойдет. Но опять же человек депрессивный. Здесь, девчонки, еще прослеживается такая ниточка. Человек никогда не делает выбора. Человек, неопределившийся, вот я об этом еще раз повторяю, двояки, да, двойка пентаклей, то есть он болтает, как тугой в проруби, никогда не может точно, да, сказать, где он будет, что будет, как делать, вы не вы, да, то есть вот такой вот. И по четверке чаш, девочки, здесь прослеживается какая-то печаль и вот еще раз говорю, травмы, да, от прошлого. Скорее всего, может быть, он либо обижен на женский пол, может быть, может быть, там, я не знаю, сделал, когда-то больно. Здесь еще может карта говорить о том, что он, возможно, только общаться с вами будет, может быть, ничего предпринимать не будет по отношению, да, бас, четверка, чаш, все-таки человек сидит, ни черта не двигается вообще, в обошке какие-то обиды, что-то он там переваривает и возможности, которые ему идут отовсюду, он их не видит, понимаете, даже встречи, еще какие-то контакты, какое-то проявление, да, он может не хотеть, либо не видеть осознанно. Давайте посмотрим перспективу вашего общения. Ну, пока что вижу головную боль. Девочки, головная боль. Здесь возможны чувства, они возможны, возможно, пара, возможно, куда-то там вам провести время с вашим новым знакомым, но не более того. Здесь человек по пятерке мечей может быть нечестен, может использовать, да, только для легкости, по легкости, так как человек здесь показан отшельником, да, человек любит одиночество, все контакты ему нужны просто для того, чтобы, да, знаете, какая-то самореализация, такая повышение своего эго, то есть нравится кому-то ухаживать, да, но все это как-то не на постоянной основе, основе девочки. Он очень любит контакты, очень любит быть кому-то нужным, да, спрашивать советов, давать советы, ну, вот контактить, любит он вот социум, да, и здесь человек любит пробивать себе дорогу с помощью других, да, он может полезть, лезть по головам, вот, как я скажу, то есть если ему что-то надо будет, да, он перешагнет, пойдет и так далее. Вы, не вы, не важно кто. Здесь, кстати, может еще говорить, что это знакомство могло быть и на работе, рабочее. Давайте спросим, стоит ли, стоит общаться вам дальше. Девочки, общайтесь. Легко. Но, опять же, защищайте свои границы, то есть показывайте ему, что, да, вы не всегда доступны, не всегда, то есть нет такого, что он щелкнул пальцами, да, и вы тут же, то есть он написал, не надо отвечать сразу, вот, как я скажу, да, вы могли быть заняты и так далее, позвонил, вы можете быть заняты, не делайте так, да, что вы всегда доступны, всегда. Это не есть год. Общаться для чего еще можно? В последующем может быть хороший яркий секс, но, опять же, девочки, здесь тоже надо быть аккуратными, потому что секс может привязать вас, да, по дьяволу. Человек может вас привязать через секс к себе, то есть подсадить вас на себя, грубо говоря. А, ну, по этой карте, конечно, это выбор Паши всегда. Надо вам, либо нет. Ну, а так коротенько я тут озвучила, да, такие, что главное вам надо было бы знать, да, о вашем новом знакомом.